Так распорядилась история, что одно село расположилось на двух берегах Москвы-реки. Долгое время жители Васильевского переправлялись через нее, как могли. Невозможно было весной перебраться через речку и перейти на этот берег. Летом ходили по лавам. Знаете, что такое лава? Это бревна пробивали поперек реки и досочки. По досочкам ходили. Вброд ходили. Просили построить мост. Он был очень необходим людям. Но некому было строить и не было средств. В годы Великой Отечественной местные жители столкнулись лицом к лицу с фашистами. Во время Великой Отечественной моста еще не было, но река являлась своеобразным рубежом. На одном берегу уже были фашисты, другой так и остался незахваченным. На оккупированной части села были сожжены почти все строения. После войны все пришлось отстраивать заново. На правом берегу образовался поселок-санаторий имени Герцена. В 1947-м сюда приехал военный инженер Сергей Михайлович Веденеев. Он всерьез взялся за благоустройство нового населенного пункта. Сергей Михайлович начал составлять план, чтобы построить поселок благоустроенный, красивый. Он все распланировал. Где будет сад ветеранов, где будет центр поселка, где поставят памятник. До моста дело не доходило. Просто не было средств. Перед очередными выборами в 1976 году отчаявшиеся жители пригрозили бойкотом голосования, пока не построят мост. Сергей Михайлович оказался председателем избирательной комиссии и просто не мог не пойти навстречу населению. Начал пробивать финансирование. Неподъемные суммы потолкнули его к самостоятельной разработке моста. Он засел за чертежами и досконально изучил все в этой сфере. Геологические строения русла реки и берегов он досконально изучил. Рассчитал воду, сколько протекает за сутки и за год. И просчитал еще вероятность прорыва тех водоемов, которые находятся выше. А у нас там русское водохранение, Можайское. Он это все просчитал. Материалы собрали общими усилиями. Немалую часть Веденеев вложил из личных накоплений. Он берет со своей избирательной книжки все, что там было накоплено, добавляет. И это дает возможность нанять ему таких серьезных специалистов, хороших, настоящих, и плотников. И нужен подъемный кран. В общем, мост был готов. Когда пришли к нему люди, узнали, что Сергей Михайлович свои деньги пожертвовал на этот мост, и принесли, собрали кто сколько мог, он отказался. Сказал, фронтовики деньги не берут. Усилия не прошли зря. Мост был построен. Благодаря профессионализму инженера, пилонный мост имеет выгнутую форму, большую высоту посредине и никогда не подтопляется несущими потоками во время наводнений. По сей день это один из самых прочных и живописных мостов нашего округа. Но главное, Веденеевский мост – это пример бескорыстного доброго дела. И вот когда я гляжу на этот подвесной мост, я начинаю думать, что у каждого человека и у нас с вами должен быть свой мост. То есть то, что мы делаем доброго для людей, а не для себя.